Привет! Сейчас я буду делать пакеттрейсер 10.4.1.1. Это у нас последний пакеттрейсер в этом курсе. Ура! Что ж, здесь странное здание, потому что на русском оно одно, на английском совершенно другое. Так как на русском оно мне не понравилось и там есть ошибки, например, там просят настроить S1, а в топологии S1 вообще нету, есть только S2 и S3. То есть, по сути, можно было бы поискать, догадаться, но я не хочу это разбираться, поэтому просто выполнил задание на английском. Скачиваю pka-файл и инструкцию на английском. Вот здесь снизу выбран английский. Я уже скачал. Открывайте еще pdf-инструкцию, если там есть вопросы, отвечайте. Но я сомневаюсь, что в этом стане есть вопросы вообще. Открываем в пакеттрейсере pka-файл. Сейчас он откроется, подождем. Также я заранее вводим имя, фамилию, email, дополнительную информацию какую-нибудь. Подтверждаем. Да. У нас перезагрузится сейчас задание. Все. Сейчас я это уменьшу. Так, у меня несколько открылось. Лишнее закроем. Все. И, как вы видите, у меня здесь есть вот такая штука. Это мой список команд. Я их подготовил заранее, потому что в этом задании оно делается практически так же, как 9. А 9. В общем, последнее в 9 главе. Тут и топология такая же, и адреса такие же. Но настроить нам нужно будет немного другое. И так как просто банально прописывать команды по порядку скучно, я это делал в 9 главе. Сейчас я буду просто настраивать через вот такие вот блокнотик. Я его подготовил. Просто буду копировать команды, которые не нужно менять, а которые меняются в зависимости от задания. Здесь у вас, скорее всего, будут другие API-шники, хотя, может, вам выпадут и такие же. Это у нас будет меняться. То, что нужно менять. Ну, давайте начнем. Первым делом, что нам нужно? Вот у меня есть команды. Давайте настраиваться. Сначала настраиваем свитч. Командная строка. Enter. Я вам буду говорить, где брать IP-адреса. Для вот таких вот, например, где звездочка. Это нужно посмотреть или в инструкции, или в топологии, или в таблице. То, что нужно вставить в зависимости от типа вашего задания. Начнем. Копирую все до вот этого. Копирую. И просто paste вставляю. Оно у нас сразу настраивается. Теперь нам нужно задать юзер и пароль. Смотрим, каких нас тут просят. А здесь нас просят. Юзер админ. Пароль let main. Для этого. Ввожу юзер админ. Админ. Главное направление написать. Пароль. Let me in. Let me in. Enter. Настроили пользователя. Можно сразу смотреть баллы. Они должны добавляться. CryptoKey Generation и IP SSH. Здесь мы видим настройку. Я это все копирую. Опять же до настройки IP-адреса. Просто копирую. И вставляю. Enter. А теперь настройка IP. На всех интерфейсах. Здесь у нас IP-андрес. Его мы берем из вот этой вот таблицы. Вот они у нас. Сейчас я ввел в вилан 60 интерфейс. Ой, точнее не из этой таблицы, а из вот этой вот. Вот у нас интерфейс вилан 60. Копирую IP-адрес. Вставляю IP-адрес. Ну и маска под сети. Копирую. Вставляю. Ну и NotionDown. Включаю интерфейс. И еще IP-default-getaway нужно прописать. Выходим. IP-default-getaway. И это у нас вот этот вот. Так как здесь вилан 60. Это у нас 60-й порт Central маршрутизатора. Вставляю default-getaway. Настроили. Теперь настраиваем имена. Опять же, чтобы вручную это все не вводить. Я это все копирую. Ой-ой-ой. Далеко. Вот. До следующего. Ого. У нас тут, смотрите. Больше нету никаких переменных. Поэтому я просто все копирую. Ну давайте я в порядку, чтобы вам объяснять, что я хоть делаю. Все. Это я настроил имена этих виланов. Теперь я настраиваю интерфейсы. Здесь switchport.modassess. Пишу и все подобное. Также один из портов нам нужно дополнительную защиту сделать. Ну и так далее. Думаю, вы по командам видите и понимаете, что тут происходит. Иначе как вы вообще сюда добрались. Вставляю. Enter. И все. Мы полностью настроили switch. Давайте это проверим. У нас 34 балла. Нажимаем check results. Assessment items. И смотрим наш switch. Видим, что у нас на switch везде галочки. То есть мы полностью настроили наш коммутатор. Также нам нужно настроить еще маршрутизатор. Маршрутизатор будет все посложнее, потому что там намного больше команд, которые нужно заменять. Но это совсем ничего. Открываем маршрутизатор. Командная строка. И опять-таки копируем команды. Так, чтобы ничего не загораживать. Вот так вот копируем команды. Все до первого, что нужно менять. Paste. Все. Мы сразу настроили, включили все интерфейсы G00. И теперь мы настраиваем интерфейс G0015. Сразу ввели энкапсуляцию. И теперь IP-адрес его. IP-адрес из этой таблицы. IP-адрес из таблицы 15-й. Вставляю. И здесь из таблицы. Копирую, вставляю. Enter. Все. И еще IP-Net-Insight. Сразу пропишем, чтобы потом сановать все интерфейсы не открывать. И не прописывать Insight, Outside или так далее. Ну и вот таким вот образом я буду сейчас копировать команды. Копирую отсюда, вставляю. Вот у нас 30-й IP-адрес 30-го. IP-адрес 30-го интерфейса. Копируем, вставляем. И маска под сети вставляем. Все так же, как и в последнем задании 9-й главы. У нас дальше будут различия. IP-адрес настроили. IP-Net-Insight. И сразу следующий интерфейс начинаем настраивать. Копируем. Вставляем. Здесь у нас 45-й. Если вы вручную вводите, обратите внимание, отличается. Здесь у нас .1q45-native. Настраиваем дальше. IP-адрес. Копируем IP-адрес отсюда, 45-го интерфейса. Копируем. Вставляем. И маска под сети. Такое же вы можете сделать и себе. Такой же блокнотик. Это очень сильно ускоряет заполнение всех этих, чтобы не вручную это прописывать, а вот так вот копировать. Копируем. Вставляем. Здесь у нас IP. Андрес 60-й. Копируем. Вставляем. Копируем. Через пробел. Вставляем. Все. Мы настроили наши интерфейсы. Теперь давайте настраивать... Ой, не сюда. Теперь давайте настраивать наш DHCP-пул. Вот в задании мы видим... Где оно? Вот тут вот. Создать DHCP-пул из 30-го Вилана с названием LAN. Вот у меня это все прописано где-либо. Вот. IP DHCP-пул LAN. Первую команду. Вставляю. Ну, в принципе, тут небольшая команда. Мы наручную ввести. Так как здесь дальше два того, что нужно менять. У нас Network. Это у нас вот эта вот сеть. Вилан 30-10-10-10-192. 10-10-10-192. Секунду. Еще маска под сети у нас... Слэш-26. Слэш-26. Это у нас тоже вот записал себе. Слэш-26 у нас... И не помню здесь маска... О, давайте, кстати, проверим, что здесь дальше нужно писать. Просто маска под сети, не Wildcard маска. Копируем маску. Вставляем. Все. Настроили сеть. И здесь еще дефолт роутер нужно прописать. Дефолт роутер у нас это... Так как это Вилан 30, это у нас 30-й порт. Вот. G00.30. Вот этот IP. Это у нас нефолт роутер. Копируем. Вставляем. Все. Дефолт роутер настроили. Теперь роутер RIP настраиваем. Опять же, в инструкции все расписано, как настраивать. Просто у меня все в блокноте, чтобы быстрее. Роутер RIP, версия 2. Выключаем автосуммирование. Вставляю. Теперь сеть. Network. Здесь у нас сеть сказано. Вот она здесь. 10, 10, 10. Вставляю. Сейчас проверим, нужно ли что-то еще. Нет, больше ничего не нужно. Задаем сеть. И IP road. Это уже мы выходим из RIP. RIP мы настроили. Exit. Вводим IP road. Такое же, как и в последнем задании 9. Здесь почти то же самое, но немного по-другому. И assess list нужно. 1 permit. Пишем assess list 1 permit. Так, секунду. Черт. Все. Скопировал. Вставляю. И IP адрес, который нам нужно разрешить. Ой. А нет, все правильно. У нас эти адреса одинаковые. Я уже думал, я не то скопировал. Вставляю. Подтвердаю. Все. Разрешаем IP адрес. И теперь NAT настраиваем. Встраиваем NAT. Этот IP здесь записан, потому что это IP вот этого файлового сервера. Он на всех заданиях одинаковый. Вставляю. Ввожу. Все. Это тоже настроили. И IP. Теперь динамический. NAT нужно настроить. Поэтому мы создаем NAT pool. Название name у меня. Вы можете любое поставить здесь, но его нужно будет потом вот здесь вот тоже. Такое же прописать. И два адреса, которые нам вот тут вот даны. Копируем. Вставляем. И копируем еще один. Через пробел. Вставляю. Все. Секунду. А, еще NAT mask нужно. Вот. Опять забываю. NAT mask. И маска у нас здесь. Какая? Slash 30. Давайте узнаем, здесь нужно именно маску. Да, именно маску. Slash 30 это у нас 252. 55, 255, 255, 252. Enter. Все. Мы настроили NAT pool. И здесь вот осталось всего-то соединить наш асесс-лист и NAT pool. И настроить на интерфейсах, которые мы еще не настроили. Копирую. И просто вставляю. Enter. И мы видим, что у нас 67 баллов из 70. Давайте посмотрим check results. Assessment items. Я неправильно настроил ACL. Давайте это сейчас исправим. Закрою. Центральный, где мы его настроили. Сейчас я найду. Pool, где у нас тут. IP address. DHCP pool. NAT. Вот. Асесс-лист 1. Permit 10.10.0. Сейчас посмотрим, что у нас в задании. All IP address. Ballon to the.0.0.0.0. Давайте сейчас попробуем еще раз настроить. Exit. Вот этот. Это команда. Где она? Может у нас копировалось неправильно? Давайте я пропишу. Асесс-лист 1. О, давайте сначала я его удалю. No. Асесс-лист 1. Теперь асесс-лист 1. Permit. Вопросик. И здесь мы адрес. Permit. Вводим адрес. Который нас просит. Это 10.10.10. Вот. Может адрес неправильно скопил. Лучше вручную все пропишу. 10.10. Ой. 10.0. 0.0. Давайте попробуем. Может тут еще что-то. А. Давайте еще маску введем. Тут просят. Ну. Тут не просят. Но она нам дана. И здесь ее можно ввести. Так что давайте ее введем. Это у нас слэш 8. Это у нас обратная. Вот этого. Вот такая вот. Копируем. Вставляем. Да. Вот этого не хватало. Теперь у нас 68 из 70. Осталось настроить только компьютер. У нас он тут называется NetAdmin. У вас он может называться по-другому. Открываем NetAdmin. Desktop. IP конфигурация. И ставим галочку DHCP. Сейчас у нас получит. Он. IP маску и дефолтер. Getaway. И мы видим что у нас 70 баллов из 70. Можно нажать Check Result. Здесь везде галочки. Это было последнее задание. Надеюсь у вас тоже все получилось. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok